Универ Ньюс Казанский федеральный университет посетил заместитель декана по международной интеграции Ливерпульского университета Джона Морса, доктор Диа Альджумейли. Представитель учебного заведения рассказал о возможных перспективах совместного сотрудничества с КФУ. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Десятого ноября состояла встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с представителем Ливерпульского университета Джона Морса. Доктор Диа Альджумейли представил университет Джона Морса. Стоит отметить, что одной из сильных сторон является вовлеченным с учебного заведения в промышленный сектор, потому что в конце концов все студенты должны получить работу. Представители Казанского федерального ознакомились с возможными совместными проектами. Это визиты приглашенных профессоров и ученых, совместные научные проекты, публикации программы, включающие обучение за рубежом, а также с их системой интеграции образования. Доктор Диа Альджумейли заявил о предложении отправить 5-6 студентов для ознакомления с КФУ. Мы могли бы отправить 5-6 студентов на одну-две недели для того, чтобы они пообщались с вашими студентами. В отношении интеграции образования это очень хорошая перспектива. Встреча представителя Ливерпульского университета Джона Морса и представителя Казанского федерального университета ознаменовала новый виток в укреплении партнерских отношений между учебными заведениями. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Как вы считаете, можно ли развить в человеке лидерство или это врожденное качество? Вопрос сложный и прежде чем на него ответить, давайте разберемся, кто такие лидеры и какими они бывают. В Казанском федеральном университете открыла свои двери школа мусульманского лидера Махаля-2-2. Каждому ее участнику предстоит пройти 5-дневный курс лекций и тренингов, основной целью которых является раскрытие общественно полезного потенциала истинных лидеров. Есть такая категория мусульман, которые очень активны в этом обществе. И они хотят жить в соответствии с предписаниями своей религии. И в светском обществе при этом, чтобы все это гармонично сочеталось. Но не всегда у них хватает знаний, навыков, чтобы эти проекты реализовать. Мероприятие проводится совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана и Российским исламским институтом. И является продолжением стартовавшей в 2014 году школы Махаля-2.0. Здесь собрались не только студенты, но и лидеры региональных сообществ. Что вот она, мусульманская молодежь? Она никакая не радикальная, не экстремистская, она продвинутая, она креативная. Они интеллектуалы. Вот сегодня очень важно общество видело лицо, истинное лицо ислама через этих молодых людей. Планируется, что к завершению курса участники смогут разработать собственные проекты, направленные на развитие исламского образования, социальная инфраструктура мусульман и духовное оздоровление общества. Школа успешно раскроет общественно полезный потенциал мусульманской молодежи и, безусловно, направит ее в конструктивное русло. А значит, молодым лидерам предстоит подумать и создать совершенно новые условия, в которых мусульмане смогут быть полезны не только для своего окружения. Вот всегда, как бы, все проблемы возникают тогда, когда человек остается один. А когда он работает вместе, в группе, то через эти обсуждения приходит правильное понимание. И это важно – сплотить умму, сплотить общество. Участники готовятся к довольно насыщенным рабочим дням. Им предстоит научиться основам теории аргументации, убеждения, получить навыки эффективной работы в системе общественных коммуникаций и всему тому, что обязан знать настоящий лидер в современном мире. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». Президент Татарстана встретился с татарской диаспорой в США, Калифорнии. Он уже успел посетить завод «Боинг». Снимки глава республики выложил в Инстаграм. Казань представили на лондонской выставке World Travel Market. На выставке, посвященной туристической индустрии, были представлены достопримечательности Казани, татарские угощения, в том числе чак-чак, выпечка и ознакомили с культурой татарского чаепития. Казанский «Зенит» в домашнем матче переиграл сургутскую «Газпром-Югру». Команды выдали настоящий триллер. Для определения победителя потребовалось сыграть все пять партий. Казанский «Уникс» проведет матч Евролиги против «Цервенны» «Звезды». Эта встреча пройдет в казанском баскет-холле. Букмекеры считают, что победу в этой игре одержит «Уникс». На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 1.37. Победа же «Цервенны» «Звезды» оценивается с коэффициентом 4 целых. В Казани состоятся первые конституционные чтения федерализма как гарантия стабильности государственности в современных условиях. Ожидается, что в конституционных чтениях примут участие Ментимер Шаймиев и Фарид Мухаммедшин. В набережных Челнах для иностранных студентов проведут развлекательные мероприятия. Они пройдут в рамках празднования Международного дня студента, который отмечается 17 ноября. КФУ поможет китайским нефтяникам извлекать с верх вязку нефть. Ученые КФУ совместно с Петро Чайно будут отслеживать процесс внутрипластового горения на Карамайском месторождении. Казанский университет посетил профессор католического университета Левина Пол Шаукинс. Визит профессора преследовал цель – укрепить международные связи Казанского и Левинского университетов и провести обучающие курсы по дисциплинам, право социального обеспечения Европейского союза и методологии научного исследования для студентов и аспирантов в кафедре Международного и Европейского права юридического факультета Казанского федерального университета. С 11 по 13 ноября в КФУ состоится пленарное заседание 2-го съезда Российского общества политологов. В рамках мероприятия состоятся дискуссии относительно политических задач, стоящих перед российским государством и обществом. Казанский федеральный университет активно готовится к празднованию своего дня рождения. О том, чем планирует удивить нас этот праздник, узнаем в сюжете. Каждому хочется сделать свой день рождения веселым и запоминающимся, будь то юбилей или обычная дата. Казанский университет – одно из старейших учебных заведений России, который тоже празднует свои дни рождения. 17 ноября ему исполняется 212 лет. В честь праздника пройдет ряд мероприятий для студентов, преподавателей и сотрудников Казанского университета. 18 ноября в Музее истории КФУ состоится праздничный концерт хоровой музыки «От сердца к сердцу». А с 19 ноября в университете стартуют бесплатные экскурсии для всех желающих. За время экскурсии КФУ «История будущего» гости узнают, каким был старейший вуз страны 200 лет назад и чем он живет сегодня. Участники вместе с экскурсоводами побывают в современных научно-технических лабораториях, исторических залах, институтах и музеях университета. Ярким событием станет праздничный концерт в Большом зале «Уникса», в котором примут участие ректор университета Ильшат Гафуров, почетные гости, творческие коллективы различных вузов Казани и России. Тяжело, конечно, удивить концертную программу после 200-летия, когда мы праздновали в Татьянефть-Арене. Но каждый год номера творческие всегда новые, студенты на сцене новые, с новыми амбитиями, с новыми желаниями. Поэтому будем удивлять творчеством, профессионализмом и большим количеством коллективов, которые будут выступать на профессиональном уровне. Как и на любом дне рождения, принято дарить подарки. Со своим творческим сюрпризом на сцене выступят Дагестанские государственные и Уральские федеральные университеты. Ожидает концерт, на самом деле, интересный, целый, потому что в этом году мы привлекаем участие в концертной программе не только студенчественной, профессионально-преподавательской состав, заместителей директоров, посетителей работы, также самих проректоров и администрации вуза. Поэтому на сцене будем пристать талантами не только студенты, но и весь университет. Грандиозное событие состоится совсем скоро, присоединяйся и ты к празднованию дня рождения своего любимого университета. А по традиции наш телеканал будет вести прямую трансляцию этого события. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз. В интернете взрывную популярность обрел новый тренд Манекен Челлендж. В вирусных видео уже приняли участие такие известные люди, как Хиллари Клинтон, Бьонсе и певица Адель. Команда Универньюз тоже подготовила для вас подарок. Смотрим. В сети набирают популярность новый тренд Манекен Челлендж. Суть в следующем. Участники флешмоба замирают посреди какого-либо действия, чтобы добиться эффекта остановки времени, а человек с камерой снимает сцену со всех сторон. В итоге создается эффект того, словно время замерло. Первые ролики с хэштегом Манекен Челлендж разместили в сети американские школьники. Однако флешмоб быстро набрал популярность, и к нему активно присоединились спортсмены, болельщики и музыканты. Например, знаменитая певица Адели Бьонс тоже поддержали новое вирусное тренд-видео. Кстати, в большинстве роликов на фоне играет песня «Рэй Шреммерт». Музыканты сами решили принять участие во флешмобе и записали видео прямо во время своего выступления в Денвере. Участие в челлендже принимают и зарубежные телевизионные сети. В России флешмоб только набирает обороты. И так, в челлендже волейбольной казанской команды «Зенит» приняли участие все сотрудники клуба. В ночь накануне выбора США кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон приняла участие в записи видео с другими членами избирательной кампании. И студенческий канал «Универсмотри» не остался в стороне. Буквально за секунды до прямого эфира весь новостной отдел канала принял участие во флешмобе. Анастасия Иванова, «Универньюз». На этом у меня все. Будь всегда в теме с «Универньюз». Пока.